Привет, мои дорогие! С вами Дольче Даша. Сегодня у нас видео по запросу моей подписчицы Олеси, которая давным-давно уже попросила меня снять ролик об ароматной легенде настоящей, редчайшем на сегодня винтажном парфюме Эллипс от Жак Фат. И рассказать о моих впечатлениях о нем, а также о том, какие ароматы среди современных парфюмов напоминают Эллипс своим звучанием, похожим образом раскрываются, содержат похожие аккорды. Ну вот, собственно говоря, приглашаю вас к просмотру. Итак, когда я слышу имя и фамилию Жак Фат, то перед моими глазами сразу предстает образ такого джентльмена, по-французски шикарного, стильного, каким я, в общем-то, его знаю. Внешне по фото. Когда я готовилась к записи этого видео и искала информацию, то в Википедии я прочла какой-то, ну не знаю, там, блок информативный, информационный относительно того, что Жак Фат был то ли геем, то ли бисексуалом, и его жена была то ли лесбиянкой, то ли бисексуалкой. Я вот подумала о том, что, наверное, ничто не заставит людей оставить покоя творческих личностей и не перемывать им кости. И для людей, наверное, важнее является, там, у кого какая сексуальная ориентация и прочие подробности интимного и личного очень характера. Но я, в общем-то, убеждена в том, что Жак Фат очень сильно повлиял на моду тех лет. Он рожден был в 2012 году, а умер от лейкемии в 1948. И достаточно быстро его империя модная приказала долго жить, поскольку не было у него последователей. И там очень много дизайнеров сменялось далее, которые руководили этим модным домом. И я помню еще в 90-е в модных журналах рекламу Жак Фат, Жак Фат одежды с блистательной, моей любимой топ-моделью, Карен Мюльдар. Она идеально как-то воплощала ту идею такого французского, чуть небрежного, но классического, исконно классического шика и стиля. И идеально подходила. Хотя, наверное, там уже только одно название, имя и фамилия. Основатели остались уже к тому времени. Что сейчас происходит на этом поприще, я не знаю. В общем-то, не интересовалась, но не думаю, что что-то хорошее. Иначе мы бы все уже давным-давно об этом узнали. Жак Фат, как дизайнер, был конкурентом, даже не конкурентом, но, мне кажется, негласное соперничество некое присутствовало, как в модных идеях, тенденциях, в каких-то стилистических решениях, так и вообще в позиционировании себя. И, естественно, в соперничестве за манекенщиц того времени, которых было немного, их можно было пересчитать по пальцам двух рук буквально. Я имею в виду знаменитых, таких вот выразительных очень, таких как та же Давима. Еще там была одна манекенщица, которая работала для дома Диор. И не помню, как ее имя, но меня поразило то, что ее нашли вообще на каком-то предприятии. Она была специалистом по горячей сварке, она была сварщицей. И вот из цеха на подиум. Жак Фат ей очень в этом помог, поспособствовал как бы ее карьере модельной. Вот. Я смотрела фотографии моделей, костюмов и платья тех лет от Жак Фат, 40-х я имею в виду. И мне очень, в общем-то, нравится их стиль. Хотя я чувствую все равно, что нечто общее, единообразное, Объединяющее в них с Диор и с Пьером Бальманом. Бальманом. Почему Бальманом? Было и есть. Вот. Самый известный их аромат на сегодняшний день – это Эллипс. Еще есть Фат де Фат. Сладкий, томный, тягучий для любителей трезор Ланком, поэмы ланкомовской. Хотя он не столь, я бы сказала, он звучит не настолько в лоб, да, со своей композицией Фат де Фат, как эти парфюмы. Он очень изысканный, плюс ко всему. И одурманивающе сладкий, прекрасный. Но Эллипс, он был, есть и будет, мне кажется, альфа и омега винтажной парфюмерии. Не для винтажников, а для ностальгирующих по годам своей молодости, которая пришлась вот на 70-е, 80-е и даже немного на 90-е. Этот парфюм был у женщин моей семьи, я его очень хорошо помню. Я давно его не слушала. Все, что выпускается сейчас и вообще все, что выпускается после 1984 года – это подделка. Среди парфюмерии под названием «Жак Фат Эллипс» можно было встретить такие формы выпуска, как «Духи» в белой коробочке. Это Франция производства. «Духи» в голубой коробочке – это «Сирия». Это уже тогда считалось лицензией. Хотя тогдашняя лицензия сирийская, она и сейчас продается за немалые деньги. И вы знаете, она достаточно прилично звучит, пристойно, по сравнению с теми «лицензиями», которые выпускают сейчас. «Туалетная вода» и «Дезодорант» в форме дезодоранта тоже «Эллипс» выпускался. Так его можно нередко увидеть на туалетных столиках в разных советских фильмах. Тоже не вспомню конкретно в каких. «Эллипс» вышел в 1972 году. Окончательный его выпуск был прекращен в 1984 году. И эта тема была закрыта. К сожалению, очень многие негодяи выпускают подделки, копии. Я не знаю, называйте, как хотите, но это не настоящий «Эллипс». Настоящий «Эллипс» сейчас стоит в среднем 3-5 тысяч долларов за флакон оригинальных французских духов, то есть белой упаковки. Сирийский тоже стоит немало. В общем-то, оригинал сирийской лицензии стоит немало. И изначально, что примечательно, этот аромат был выпущен под эгидой «Лореаль», совместно с сирийским предприятием «Сар Кощян Такей Дин». Такое название чисто восточное. На слух. Итак, «Эллипс» — зелёный шипр с кожаным шистыми нотами. Очень напоминает, знаете, сосновый лес, но даже не сосновый, а смешанный лес. Вот какие на юге и в центральной части Украины. Там большей частью леса сосновые и смешанные. И вот, когда идёшь по осеннему лесу, даже вот в конце августа после дождя, и слышен этот чуть маслянистый такой запах маслят, грибов, сухой хвои и влажной хвои, которая также ещё и хвойные деревья, они выделяют смолы. Вот смешиваясь, все эти запахи, ещё как вот, да, вот в этом аромате есть какая-то вот альдегидная тоже составляющая. Ну я, честно говоря, не воспринимаю, не слышу таким образом, не помню этого. А вот это ощущение, когда поднимаешь голову вверх, и вот это сосны высокие, небо, в общем-то, ощущение непередаваемое. Я бы не сказала, что этот шипр строгий, он чувственный, он в то же время и свежий, и пронзительно рисковатый. И вот эта вот кожаномшистая нота, она создаёт такую роскошную, бархатистую ноту, не ноту даже, я не знаю, как это сказать, вуаль, которая вас не то что окутывает, она как-то вот шипр для меня, они все какие-то очень плотные, они маслянистые. Опять же, я рассказываю по памяти, поскольку приложиться к оригиналу, у меня нет сейчас возможности. Но, что характерно, в современной парфюмерии мне удавалось поймать за хвост отголоски вот того самого эллипса. Знаете, в каких парфюмах? Я вам сейчас расскажу. Во-первых, я согласна с тем, что говорят люди на парфюмерных форумах, а именно, что современные парфюмерии, шипры, сислые, они очень похожи на эллипс. Ну, чем очень похожи? Я, конечно, очень так прям с замахом с таким и отвесила большой комплимент этим парфюмам. Но, аромат Eau de De Soir, он похож, очень похож. Похож вот этой вот объемной, плотной, цепкой, колкой, чуть хвойной, ну, само ощущение хвои, не буквально аромат хвои, цепкостью, которая вас прям сразу берет и нокаутирует. Но этот парфюм, он очень часто садится плохо на кожу, его нужно тестировать, слепую брать не рекомендую. И не каждый их слышит в нем эллипс, что знаменательный, естественно. Еще один аромат из сегмента мидл маркета. И в Роше «Ком инэвиданс», как явность они его называют, хотя, мне кажется, это скорее, прошу прощения, как данность, как данность можно перевести. Вот в этом аромате я уловила некий эллипсный аккорд, очень тонкий, чуть розный. И я бы сказала, что в нем больше такой вот строгой соблазнительности. Вот такой вот у нас оксимарон получается, но с этим ничего не могу поделать, ощущение. И среди винтажей, как-то для меня вообще-то стало открытием, мне к одной из покупок, мои поставщики постоянные, того, что я люблю и постоянно заказываю, прислали от «Левант» в пробирке. И старой версии, вот с бантиком, которая, Кабошар, Гре, Мадам Гре. О, как мне показался он знакомым, я даже сразу не могла вспомнить, что это. Я тогда не думала об эллипсе, не держала это в голове, скажем так. Это было где-то с год назад, да, нет, ну чуть меньше года назад. Вот, ой, он очень такой строгий, очень властный, сразу расставляющий все точки нады. Вот видите, каждый парфюм, о которых я говорю, и об их сходстве с эллипсом, на мой нюх, на мой нос, на моё восприятие, он всё равно, так или иначе, обладает собственным характером, который никуда не девается. И вот эти вот, знаете, как есть в психиатрии термин конфабуляции, то есть ложные воспоминания, вот некие иллюзии, некие вот призрачные ощущения того, что там есть эллипс, или там есть сводство с эллипсом, там это плод моего парфюмерного опыта. И в то же время это, наверное, некая установка перцептивная, то есть готовность моя воспринимать это определённым образом. То есть я знаю эллипс, я шипров там тех лет их знаю, там совсем немного. В этом смысле есть люди куда более осведомлённые и знающие, чем я. Из всех этих парфюмов мне больше всего по душе пришлись Коми-Новеданс и Верше, и аромат от Сислей, Оу-Дюсуар. Но я больше люблю Сислей, Сюар, но он не имеет отношения к эллипсу. Кабошар, но он слишком для меня какой-то вот неизгибаемый, не знаю, характер такой неизгибаемый, упрямый. Я, да, вот, ну упрямый, кабошар, упрямый, он переводится так даже с французского языка, если я не ошибаюсь. Он для меня вот не такой гибкий, как мой характер, поэтому я, в общем-то, с ним не очень совместима. Вот, Олеся, надеюсь, на ваш запрос я ответила. Вот. Вы знаете этот аромат, эллипс. И вообще, как вы относитесь к тому, что шедевры тех лет, пользуясь тем, что люди ностальгируют по ним, продают за такие невероятные деньги, хотя в годы, когда они, ну, скажем, были доступны гражданам нашей бескрайней Родины, их можно было найти и купить за цену, мне кажется, среднюю по этой теме парфюмерной. Там другой люкс можно было купить и гораздо дороже. Вот. Оправдана ли такая стоимость на сегодняшний день или не оправдана? Что вы думаете о парфюмах, которые, кажется, мне похожими на эллипс? Поделитесь в комментариях, расскажите, возможно, какой-то из этих парфюмов у вас есть. И с винтажом эллипса вы также знакомы. Всего вам самого доброго. Не скучных парфюмерных выходных, которые скоро будут. До новых встреч в новых видео. Продолжение следует...